Любимые, привет! Вы с Аленой и сегодня с вами говорим на тему, как эмоционально стабилизироваться, как прийти в состояние, грубо говоря, релакса, эмоционального какого-то покоя, когда вокруг вообще бездна или когда внутри все вообще кипишит, кипует, дебоширит и провоцирует вас на что-то. Для того, чтобы действительно успокоиться, для того, чтобы привести себя, тело и ум в чувства, я вам рекомендую сделать вот какие простые вещи. И это реально работает, проверено уже у многих-многих моих клиентов, да и у меня самой с годами практики. Никто с годом моложе не становится и, соответственно, это влияет вообще на все. Но я бы сказала, что если вы хотите для себя полностью-полностью поменять состояние, ситуацию, в которой вы находитесь, очень-очень важно для себя будет выбрать вот какие вещи. Это режим, режим сна и отдыха очень супер важен для занятых людей. Если вы ночью не доспали, это будет влиять на все, на сколько вы съедите, на как вы будете действовать и как вы будете выбирать. Следующий момент – это момент работы с стрессом в течение дня. И это, например, обзвон клиентов, либо написание своего проекта. Делайте самые сложные вещи в первой половине дня. Следующая эмоциональная стабилизация – это про что? Это про выбор того, что вы вообще реализуете, что вы продумываете, как вы действуете и что у вас происходит. Очень-очень многие мои клиенты, знаете, за что? За то, что когда-то, ну, как-то, ну, что-то произойдет. Ничего просто так никогда не произойдет. Каждый раз нужно будет выбирать, что, когда, куда, зачем и как. Следующий момент – эмоциональная стабилизация – это про умение медитировать. Я уже записывала вам видео про медитацию, и это очень-очень интересная тема, которая работает в моменты, когда вы не понимаете, что вообще происходит. То есть, когда у вас есть какой-то сбой психологический, физический, нервное истощение, какое-то состояние, в котором вы очень-очень много делаете, но оно не приносит никакого результата, соответственно, вы должны менять план действий и менять вообще собственные выборы, менять собственную парадигму и действовать в другом совершенно направлении. Следующее, что нужно 100% сделать, если хотите эмоционально стабилизироваться, это выбрать для себя разгрузку, плавание, йога, дыхательная гимнастика. Обязательно 30-40 минут, желательно в первой половине дня, если у вас есть эта возможность. Но, может, и во второй, перед сном тоже хорошо. Главное, чтобы не было выбраться адреналина высокого, и люди, которые постоянно с высоким адреналином, у них очень часто сбои идут вообще всего. Так, поехали дальше. Для себя важно понять, откуда веет тухлячком. Это я про настроение, поведение и состояние. Если это глупая еда, если это глупые отношения, если это глупое место, в котором вы, например, работаете, что это значит глупое место? Это значит место, которое вашему телу дискомфортно. Ну, разве можно работать, например, там, где есть какие-то выхлопные газы или еще какая-то история? Можно, но это просто разрушит вас изнутри. И еще один момент – это обязательно-обязательно делегирование, если у вас очень много работы. Даже будь то делегирование по дому. Кто-то занимается одним, кто-то занимается другим. И вот это согласование дает общий, нужный, важный результат. Следующее, для того, чтобы эмоциональная стабилизация была пожизненной, для себя важно создать условия для нормализации гормональных циклов. Мужчины с низкими, плохими, некачественными гормонами, так же, как и женщины, они более подвержены стрессу, что рушит гормоны. Пластик, химия и, собственно говоря, дефицитарные состояния. Вот и все, друзья. Если вы выполните все, что я вам рекомендую, у вас все наладится. Не надо проверять все 150 анализов и доказывать себе и миру о том, что все хорошо. Хорошо.